Дорогие друзья, приветствуйте соперника! В синем углу, ваяц из Армении, город Абавян. Ему 26 лет, рост 180 сантиметров, без 72 килограмма, 450 граммов. Профессиональный рекорд — 19 боев. 12 побед, 5 из них одержили нокаутом, 6 поражений, 1 ничья, Манук Дзиланя! Его соперник в красном углу из России, город Ростов-на-Дону. Ему 27 лет, рост 183 сантиметра, вес 72 килограмма, 150 граммов. Профессиональный рекорд — 4 боя. Во всех одержаны победы одна из них нокаутом, незнающий поражений Вадим Тука! Рефери Виктор Банин. Господа боксеры, господа боксеры, я прошу вас, опасно голову не идем, ниже пояса не бьем. Слушаю мои команды, я желаю вам удачи. Пожали руки по углам. Синем угол, готовы? Капа. Ну что ж, действительно, коллега, это проверка для Вадима Тукова. Мы видим, насколько, да, рекорд разнится. 4 боя на счету Вадима Тукова и там 12 только побед на счету его соперника. 19 боев в общем. Ну, что касается Манука Деланяна, хочу сказать, сразу есть у него опыт побед над небитыми проспектами. Например, в своем втором поединке профессиональном 2015 году в сентябре он победил не кого-нибудь, а Исмаила Ильиева. Между прочим, человека, который закатил бой, такой достаточно серьезный, Магомеду Курбанову. С Магомедом Курбановым Манук Деланян также встречался в Екатеринбурге и тогда проиграл он Магомеду техническим нокаутом в девятом раунде. Потихоньку-потихоньку Туков начинает разбивать передней рукой. При этом Манук, мы видим, так полностью сосредоточен, но инициативу не отдает. И видели, как остро контратакует время от времени? Да, еще один момент. Свой предыдущий поединок Вадим Туков провел в августе этого года. И, кстати говоря, досрочно выиграл у небитого на тот момент узбекского проспекта Мирзакамова Нематова. Послужной список узбеков был 5-0. И после третьего раунда Нематов отказался от продолжения боя. Ну, есть поражение у Манука Деланяна от Харитона Агрбы, от Сергея Лубковича досрочное, причем поражение. Проигрывал он здесь, в Екатеринбурге, в Фазлетину Гаипназарову. Но тоже, кстати, в близком поединке это было. Для Деланяна Екатеринбург город уже не чужой. Правда, пока ни разу он там, он здесь не одерживал побед. Но еще раз. Манук, как настоящий такой, хорошего уровня джорнимен, он выступал в разных весовых категориях. Но вот последние бои проводят как раз-таки больше в рамках среднего веса. Хорошо подцепил сейчас после двойки апперкотом Туков. Вадим в каком-то эпизоде, мне показалось, отдал инициативу, но потом снова вовремя вернулся. Двоечка в корпус от Манука Деланяна. О, хорошо сейчас попадает Туков справа. И тут же добавляет слева хорошая многоударная комбинация от Вадима. Так подзовис Манук Деланян. И пропустил снова справа. Причем, коллега, обрати внимание, ни один из бойцов так как бы сильно и не отдают пространство. Оба очень остро работают прямо с начала первого раунда. Да, Деланян старается действовать первым номером. Пытается давить он здесь на Тукова, пытается так морально где-то на него поддавливать. Делает, видимо, опору все-таки на свой опыт и справа сейчас донес удар. Но я скажу, что стиль Манука изменился со временем. Я помню его таким парнем, который работал наоборот вторым номером, на джебе, на ножках. Сейчас он так больше старается действовать агрессивно. Вот отцепить же, пожалуйста, Деланяна. Все-таки, я думаю, понимает Манук, что он не является стороной Айн. Второй раунд у нас. И такой момент, что во время перерыва даже не стал садиться и не попросил стула здесь Манук Деланян. Он просто ходил в своем углу, находился в таком стое положении. Всем своим видом показывает, что он ни капельки не устал в первом раунде. Продолжает поддавливать Манук Деланян. Старается действовать первым номером. Ну, Тукова, в принципе, работает на контратаках комфортно. Вот двойкая Деланяна отвечает по корпусу. Плотно пробивает Дуков, да. Ну, кстати, из 12 побед у Манука Деланяна 5 досрочных. В принципе, удар есть у Вадима. Насколько я помню, из четырех побед лишь одна досрочная. Хорошо слева попадает Туков. Для Деланяна дистанция 8 раундов не в найденку. За свою карьеру, уже относительно долго, из 2015 года, проходил он полностью 8 раундов и даже проходил 10 раундов. Ну, в принципе, как и для Вадима Тукова, тоже у него было 2 в 8 раундах поединка. И оба прошли всю дистанцию. Ну, точнее, во втором, в одном из своих 8 раундов он закончил. Хорошо на выходе из клинча отработал сейчас Деланян. Тут же отвечает Джеффом Туков. Включает Джефф, Деланян попадает по корпусу. На коротке справа достает Тукова. Взял Вадим пока паузу небольшую. И вот сейчас отвечает крюком справа. Кросс слева. Продолжает поддавливать на ногти Ланян. Такое ощущение, что практически не опасается он вот этих ударов Вадима Тукова. А ну-ка, каждый раз на средней дистанции пытается плотно, акцентированно работать по корпусу. Крюком справа. Обменялись джебами. Хорошо попадает Вадим справа здесь через руку. И снова так джеб в разрез пробивает здесь Туков. Манук иногда хоть и без ударов, но все равно пытается, пытается оказывать давление на своего соперника, идя постоянно вот так вот на него вперед. Но он все время это делает. Видимо, есть такая определенная установка для того, чтобы чуть-чуть больше измотать, попытаться дать вымахаться все-таки. Я думаю, да, я думаю, да, он может именно что-то измотать. И, возможно, все свои козыри уже начнет выкладывать после экватора. Вот. Обменялись ударами. Там справа попал Туков. Традиционно так прыгает на соперника с ударами Манук-Деланян в начале третьего раунда. У нас так картина не меняется пока что. И в голову попадает Деланян. И смотри, Манук таких легких ударов практически не выбрасывает. Каждый удар это жесткий, вот как сейчас. Да, он бьет, вкладывается. Особенно делает акцент на удары по корпусу. Все-таки на правый вот этот крюк. Но ему хочется, чтобы Туков встал, я так понимаю. При этом Вадим Туков постоянно тянет на себя. Немножко смещается на ногах. И вот так вот хорошо закручивает в левую от себя сторону с джебом. Постоянно бросает его в разрез. Но Туков он такой больше игровик, да. И в данном случае такой контровик. Игровик-контровик. Но при этом Манук-Деланян очень уверенно себя чувствует в ринге. Это не то, чтобы по-хозяйски, но достаточно уверенно. И да, и он так демонстративно показывает вот эту постоянную агрессию. Идет вперед, так лишает своего соперника пространства. И я вам скажу, что бой, на мой взгляд, конкурентный. То есть нет такого, чтобы кто-то и явно доминировал, на мой взгляд. Все-таки. Тут вопрос, знаешь, какой? Что будет после экватора? У кого, что называется, будет больше сил. Кто готов, эмоционально лучше. И тут видишь, очень плотный поединок оба выбрасывают большое количество ударов за раунд. И ток. Соответственно, сил понадобится и тому, и другому. Хорошо, сейчас как Деланян через руку подловил все-таки здесь Тукова. Мне показалось все-таки точно, он попал тем ударом. Хотя Туков начал смещать голову. Но вот правый через руку и левый в корпус, это такие, знаешь, два краеугольных камня для Манука Деланяна. При этом хотелось бы, наверное, отметить, что Вадим Туков достаточно здорово и так филигранно, прицельно работает передней рукой. Он постоянно вовремя это контратакует, так ломает, пытается ломать джебом все атаки своего соперника. Ну, Тукова неплохая, я бы сказал, хорошая любительская школа. Тем более, что в углу у него Эдуард Кравцов. Достаточно опытный специалист. Достаточно известный. В свое время работавший со сборной России. Любительской. О, хорошо сейчас Туков зарядил. Справа. Встречает Деланяна джебом. И снова попал справа. Деланян на эти удары не то чтобы не обращать внимания, но его они как бы не потрясают. Да, они точно? Абсолютно верно, да, они не потрясают. Но все-таки, коллега, мы с тобой помним, что такое слово как тоннаж. Тоннаж имеет куда накапливаться. И смотри, пережевку на атаку, попытался перейти Вадим Туков. И это первый раз за этот поединок, кстати, отдал так инициативу немножко здесь Манук. И Туков показывает, что в принципе готов тоже порубиться. Стоп! Ну что ж, четвертый раунд. На своего соперника. А вот здесь пропустил навстречу. Остров в трет, Туков воткнул джеб. Ну и, кстати, там была такая ремарка в углу Вадима Тукова. Подергая его, ударил, сместился. Ударил, сместился. Просили больше, больше, больше смещаться, больше перемещаться. Не вставать пока на ногах. Не размениваться здесь на средней дистанции. Вот, кстати, да, как только Туков встает, Деланяну все гораздо проще удается делать, доносить удары, соответственно. Поэтому, да, Вадиму нужно все время быть в движении. И опять вправо мне показалось, точно попал там Туков. И здорово сам два раза защищался от сдвоенного джеба своего соперника. Клинч. Джеб от Тукова. Ну вот, подошел на ближнюю Деланяну и по корпусу. И левый кросс в голову. Снова справа. Да, справа через руку попадает Вадим Туков. Вот в этом, в первой половине четвертого раунда, наверное, Деланян пропустил такое количество ударов справа, как за прошлые три. Ну, при этом он так даже не поморщился абсолютно. Без сомнения, да, он держит эти удары и не сказать, чтобы он был потрясен иметь. Тут, знаешь, коллега, я думаю, что помимо физухи, да, после четвертого раунда еще выйдет такой момент, кто больше сделал в ринге. Да, кто был точнее, потому что и тот, и другой боксер выбрасывают большое количество ударов. Нельзя сказать, что один явно больше выбрасывает. Но кто был точнее вот в этих разменах, наверное, коллега, соглашусь. И вот последняя минуточка Тукова четвертого раунда, мне кажется, сейчас посвежее выглядит все-таки Вадим Туков. Такое ощущение, что он лучше пока задышал, а у Манукой такой небольшой функциональный как провал. Снова опять справа нащупал вот эту брешь в обороне Вадим Тукова своего соперника. Такое ощущение, вот Туков, да, он так старается работать на опережение, такое ощущение, что Манук немножко не знает, как ему подобраться. Много стал двигаться, не стал застаиваться все-таки Вадим Туков в четвертом раунде. Собственно, что и просили, да, ударил и сместился тут же. Да. Вот, по корпусу хорошо попадает. Там руки на месте все-таки плотно защищался Манук. А вот сейчас справа в голову попал уже и Диланян. Но как-то, вот, мне кажется, не такие острые сканы у него удары сейчас уже в четвертом раунде. Посмотрим, может, он будет у него открыться. Так, второе дыхание. Вот, двоечка от Диланяна. Хороший размен. Пятый раунд. Манук Диланян верен себе. Сразу же пошел вперед. Бой переваривает, да, за экватор. Туков включил ноги. Джеб от Вадима. Ну, в принципе, наверное, вот, третий и четвертый раунды были очень неплохие для Тукова. И, наверное, стоит ему продолжить делать все то же самое, что он сделал в предыдущих раундах. Что касается Манука, ему нужно очень много работать. И желательно, да, выбрасывать такие точные комбинации. Манук верен себе. Он продолжает идти вперед. Хотя сейчас так точечно апперкот туда успел подсунуть Туков. Да, именно что апперкот может быть не суперубойный, но точный. Как мы с тобой уже отметили, что точность, наверное, один из решающих факторов, один из ключей для победы в этом поединке. Снова три удара мимо было от Диланяна, и он даже поменял стойку. И еще раз два, и еще два раза промахнулся. Но при этом я скажу, что Диланян заставляет Вадима Тукова работать. И так легкой жизни не дает, так сказать. Не дает, абсолютно верно, да. И несмотря на то, что так чувствуются небольшие следы утомления все-таки у него, но он как бы продолжает идти вперед, и его тактика ему неуклонно исследует. Снова размен. Но смотри, перешел в контрнаступление Туков. И, кстати, сам пропустил апперкот. Только застоялся, Диланян сразу начинает включаться. Не всегда точно, но всегда так пытается он реваншироваться. И смотри, все-таки продолжает, продолжает преследовать Диланян. А он... Не останавливается. Он будет весь бой так делать, я просто уверен. Вот, пожалуйста, корпус голова Диланяна справа. Апперкот, но больше по защите от Тукова. И там есть следы крови под левым глазом у Тукова. Вполне возможно. Мне кажется, даже над левой бровью есть у него растечение. О, хорошая двойка от Вадима. И тут же отвечает Диланян. Заметь, кстати, Туков в этом раунде так больше начал клинчевать. Начал опускать голову, уходить вниз. Да, есть растечение там над левым глазом у Тукова. О, хорошо сейчас воткнул справа Диланян. Тут же Туков отвечает. Тут вопрос рассечения от столкновения головами или от удара. Я им сказал, что поединок все-таки достаточно чистый. Не так много клинча мы увидим. Поэтому что вполне возможно один из ударов надежно. Атака звонок от Диланяна. Да, растечение достаточно неприятное. Так, на беке левого глаза у Вадима Тукова. У Вадима Тукова в углу есть Дмитрий Луж. Ну что ж, а у нас тем временем шестой раунд из восьми запланированных. Ну так вроде бы справились с рассечением в углу у Вадима Тукова. Да, подсказывали Вадиму Тукову в перерыве, что осталось три раунда. И надо больше, больше, больше делать. Больше висеть на сопернике. Такой был момент, что в середине уже минуты отдыха Манук Диланян поднялся, не стал долго отдыхать. И снова традиционно, как между первым и вторым раундом, так начал ходить, показывая, что в принципе еще полон сил. Ну да, это такой может даже где-то психологический момент. Диланян на самом деле выглядит... Ох, а это было попадание справа. Здесь не акцентировано, но точно от Диланяна. Ну вот, перехватил инициативу Вадим Туков. Решил поработать сам первым номером. Надолго ли? Джеб от Диланяна. Здесь по защите от Тукова. По корпусу, я так понимаю, подсказывают Диланяна все-таки. Левобоковой от Манука достиг цели. О, здесь попал хорошо слева уже Вадим Туков. Да, да, просит из угла Манука Диланяна вгрызаться практически в корпус Вадима Тукова. Перестрелка джебами. И смотри, начал, попытался поджать Диланяна уже Вадим Туков. Да, начинает включать здесь так уже давление. Теснит его канатом Дуков. Двойка, но там руки были на месте у Диланяна. Паузу, паузу небольшую берет у канатов Диланян, застоялся. Ударный рог не забывай. Ну вот так, не видели Манука в этом поединке, как он работает сам вторым номером. Подгоняют, подгоняют, просят секунданты Вадима Тукова больше работать здесь. Хорошо сейчас отработал Туков. Да, а Манук Диланян берет такую паузу, меньше стал отвечать, больше перекрываться. Пропустил здесь коротко справа, попытается включиться. А вот двойка по корпусу от Диланяна. И справа, да. И справа, да. В стиле Канелла убирал голову, но все-таки попадание было точное. И Диланян решил забрать концовку раунда. Смотри, как он спартанул. Видимо, именно для этого он так берег немного своей силы. У меня вообще не знаю, какой бой был. 10 раундов, Манук мог бы и 10 раундов спокойно выдержать. Зрелищная концовка этого раунда. Седьмой раунд. Манук Диланян пошел вперед. Джеб. Перестрелка джебами. И снова просит его работать по корпусу. Хороший боковой справа Диланян на коротке. Туков отвечает слева по корпусу. Ну и пока надо отметить, что Манук Диланян дает достаточно хороший и такой интересный конкурентный бой небитому проспорту Вадиму Тукову. У нас два раунда еще остается в этом. Запланировано, по крайней мере, в этом поединке. И вот так начал. Снова защита корпуса. Корпусом много от Вадима и точный правый прямой. Джеб, джеб, корпус подсказывает Мануку Диланяну. О, опустился сейчас Манук. Тут же в туловище еще успел левым джебом ткнуть. Ох, а теперь отвечает справа уже Диланян. Отвечает слева на скачке боковым точно. Вадим Туков. Да, и у нас пока ни один из боксеров не отдает пространство, так как идет поединок в центре ринга. Такой, да, кость в кость, что называется. Никто уже не пытается стеснять другого канатом. И такая обоюдная у нас работа. Через руку попытался Туттуков забросить. Хорошо слева подцепил. Отвечает Диланян по корпусу. Еще раз туда же засаживает, пропускает, правда, сам. Два таких реваншиста, да? То есть на каждое действие есть противодействие. И с той и с другой стороны. Снова точечно, здорово, Туков попадает справа через руку. Подхватывает он опять. Он нащупал вот эту брешь в обороне. Еще один удар туда же и пиркот. И по корпусу слева попадает Вадим Туков. И сейчас вправо. Ну да, вот в этом эпизоде Туков поточнее. Ну, вполне, возможно, опытный очень Маук Диланян знает, в какой момент у него могут выбить капу и когда это удобно. Ну, хотя, без сомнений, удары там были. И это хороший был эпизод для Вадима Тукова. Отвечая Диланян, трех ударов в комбинации. Пропустил, правда, сам. Показывает, что ничего не было, все нормально. Вот смотри, поджал уже Вадим Туков Диланян к канату. О, справа сейчас и слева. Так, начинает немножко расстреливать. Рюк справа снова от Тукова точен. Аперкот от Диланяна слева с дистанции. Но такое ощущение, что уже не так много пороха осталось все-таки у Диланяна. Его удары не такие акцентированные, не такие быстрые. При этом все еще, да, поединок очень острый и интересный. И такая агрессивная концовка от Вадима Тукова, нужно отметить. Ох, удар печень точен. Да, да. Почему не считает нокдаун, я не очень понимаю. Да, кажется, там очень много ударов пропустил все-таки. Итак, конец предыдущего раунда был очень драматичным. Там был на грани нокдауна. На грани, да. Мне показалось, что очень тяжело пропустил в туловище. И снова пропускает в туловище. А вот здесь уже нокдаун. Да, сказался все-таки последствия того удара, который в конце прошлого раунда пропустил. Диланьян встает, встает он настоящий воин. Да, но... Ты в порядке, спрашивает его Виктор Панин. Хочет, хочет все-таки довести до конца Диланьян этот поединок. Туков включается, есть возможность закончить там срочно. Бомбит, бомбит по туловищу такая. Диланьян пытается отвечать. Манук не сдастся. Снова через руку. Удары в корпус просят от Тукова. Логично. Да. Снова попадает. На секунду показалось, что подсел Диланьян. Попал, попал. Подсказывают тут Тукову. Вадим просто так начинает большим количеством ударов расстреливать. Вот Диланьян пока все держит. Туков. О, как через руку. И... Все. И остановка. Остановка. Рефери Виктор Панин показывает, что все. Уважаемые дамы и господа. Прежде всего, аплодисменты бойцам. Итак, рефери остановил поединок на первой минуте пятой секунды восьмого раунда. Победу техническим нокаутом одержал Волчин Тука. О! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...